Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. С вами я Игорь Шестидко и я веду свой репортаж все с той же выставки Cebit 2015, где на стенде Microsoft выставлены различные гаджеты, которые вы можете посмотреть, попробовать, попользоваться, в том числе и еще один телефон, обзор которого хотелось бы сделать и показать. Я думаю, всем будет очень интересен под управлением Windows. Это Acer Liquid M220. Вот так вот он выглядит. Весьма оригинальный и интересный телефон, в чем его оригинальность и интересность я чуть позже расскажу. Хочу сказать, что другие описания, другие обзоры телефонов вы найдете у меня в описании в видео, в аннотациях, вплывающих в видео. Ну и про саму выставку вкратце тоже короткий репортаж будет. Там много чего выставлено. Просто капец, как много выставлено. Ну а что касается M220 Acer, хочу напомнить, что Acer вышел из рынка мобильных телефонов Windows Phone словами, что экосистема еще не развита. Это было в 2013 году, если я не ошибаюсь. В 2014-15 он возвращается. Причем самое интересное, что M220 является аналогом Z220, если я не ошибаюсь, дешевого телефона под Android. При этом его еще более удешевили на 10 евро. И сейчас его цена на рынке Европы 70 евро. За счет уменьшения потребностей, как сказал сам Acer, операционная система Windows весьма и весьма хороша, работает даже на слабом железе. Поэтому получилось сделать дешевле телефон, что дает конкурентные преимущества на рынке по отношению и к Android, и по отношению к другим Windows Phone. Ну понятно, что за 70 долларов такой телефон, это покушать два раза в Европе, да. В чем прикол, да, почему так дешево. Опять же напомню, что этот телефон имеет размер экрана 4 дюйма при разрешении 480 на 800. В нем стоит двухъядерный Snapdragon 200 процессор, двухъядерный частотой 1,2 ГГц, нет четырехъядерный. Также в нем находится 512 гигабайт памяти и 4 гигабайта хранилища, плюс 5-мегапиксельная вот такая вот камера, которая делает фотки 2800 на 3500, все равно с подсветкой ледерской. Чем прикольный, чем мне понравился этот Acer-овский, ликвидовский телефон M220, это его материалами и дизайном. Ну, во-первых, да, то есть как бы сам корпус такой шероховатый, да, он выглядит дешевым пластиком, но идея того, что оно не гладкое, как у Nokia Lumia, не выскальзывает из рук, очень и очень радует. Плюс его боковушка сделана с применением, все-таки, по-моему, это алюминий, самое легкое в мире железо, да, которое обеспечивает такое репленое, которое обеспечивает очень удобное удерживание. Ну и плюс те же кнопки, как у Nokia Lumia, здесь у нас есть кнопка включения-выключения, здесь у нас есть качелька громкости, они не рифленые и легко нащупываются даже без, скажем так, взгляда на телефон, плюс зарядка microUSB, он же коннектор microUSB, плюс разъем 3,5 дюйма на то, чтобы обеспечить соответственно работу. Плюс еще и отсутствие, да, здесь внизу аппаратных кнопок и кнопки, как вы видите, виртуальные. Ну, скажем так, для тех, кто хочет попробовать сразу телефон под управлением Windows Phone 8.1, и у кого есть бюджетное ограничение, или кто хочет подарить родственникам, вот вам, пожалуйста, тот самый дешевый вариант, который позиционируется. Nokia Lumia 435, там, 530, 70 евро, да, совсем смешные, можно сказать, копеечные телефоны, так что можно успешно использовать. Кстати, я забыл сказать, что он еще и DualSIM-овский, так что смотрите, пробуйте. Ну, 4 гигабайта будет мало, а внутренняя microSD-шка до 32 гигит позволит вам устанавливать туда приложение. Единственное, что в нем нет навигации, да, из-за 4 гигабайт, я так понимаю, установить навигацию по умолчанию не смогли, зато потом вы сможете это установить из маркета, если вам они нужны будут соответствующие места. Ну, и вот можно посмотреть на память. Где у нас тут память? Кто-то видел? Storage Sense. И из 4 гигабайт сейчас 1,2 гигабайта свободно, все остальное уже занято под приложение установленное, под музыку и под систему 2 гигабайта. Такие вот дела. Ну, в принципе, ему бы 8 гигабайт и на 10 евро дороже, и вообще бы цены телефону не было. Так что подумайте, смотрите. Acer, кстати, обещал выпустить более дорогую. У них есть 520 Z, а они обещали M520 выпустить в работе. Ну, и мы про другие телефоны поговорим также. Так что не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте лайкать, не забывайте писать комментарии, и не забывайте смотреть в описании и в аннотации линки на другие видео, другие устройства. Увидимся. Пока.